Дорогие ребята, приглашаем вас послушать радиоспектакль по рассказам английского писателя Герберта Уэллса. Первый рассказ называется «Неопытное привидение». В эту субботу утром мы все собрались в клубе «Сирен», за исключением Клейтона, который провел там ночь, что в сущности и послужило началом его истории. Когда Клейтон начал рассказывать, мы, я и Ивенс по обыкновению подумали, что он врет. Ну, правда, начал он свой рассказ в манере весьма прозаической, но мы подумали, что тут сказывается только неискоренимое искусство этого человека. Да, так вот, вы знаете, что я провел здесь ночь в одиночестве. Да, да, но не считая слуг, заметил Ивенс. Слуг, которые спали в другом флегеле, да. Ну и я поймал привидение. А поймали привидение, говорите? Ну и где же оно? Поймали привидение, говорите вы, Клейтон. Как я рад, как я рад. Ну расскажите нам сейчас же, сейчас же расскажите про это. Здесь, конечно, никто не послужит. Только бы нам не напугать здешние прислуги. Ведь если пойдет слух о привидениях в этих местах, здесь слишком много теней и дубовой обшивки, чтобы шутить с этим. А это, видите ли, было не совсем обыкновенное привидение. И я думаю, что едва ли оно снова явится когда-либо. А, значит, вы не удержали его. Да, да, у меня не хватило духа. А что? Да, это самый странный случай в моей жизни. Вы знаете, что я никогда до этого не верил в привидение и ни во что подобное. А тут, понимаете, загнал его в угол. Как? Да, теперь весь материал у меня в руках. Говорили с ним, да? Приблизительно около часа. Балутливый оказался. Очень смущен был, бедняга. Ну и... И где же вы наткнулись на него? Да, где? Я никогда и не воображал, какими жалкими созданиями могут быть эти привидения. Что? Я имел случай убедиться в этом. Я, знаете, наткнулся на него там, в длинном коридоре. Да, да, да. Да, он был спиной ко мне. И я первый его увидел. Я сразу признал его за привидение. А почему? Он был прозрачен и беловат. Что вы? Сквозь его грудь я мог ясно видеть тусклый свет оконца в конце коридора. И не только его облик, даже самая его поза говорили о том, что передо мной хилое существо. Да, да. Он, понимаете, имел такой вид, как будто совершенно не знал, что, собственно, он хочет делать. Да, интересно. Я остановился сзади, очень близко. И, знаете, явно привел его в ужас. Да. А сам я ни крошечки не был напуган. Конечно. Я думаю, что в таких случаях человек уж вовсе не бывает так испуган или возбужден, как воображают. Я был удивлен и заинтересован. Я думал... Боже мой! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!